Эта болезнь протекает без симптомов. Обнаруживают ее случайно, когда женщина приходит на прием к гинекологу. Услышав диагноз миома, впадает в панику. Но паниковать все-таки не стоит. Что такое миома и почему не стоит паниковать, сегодня и будем обсуждать. Это программа «На здоровье». С вами я, Инга Гудали, наш доктор Елена Холина. Здравствуйте. Что такое миома? Это гормонально зависимая опухоль. Какие причины могут быть? Клетки не способны к апоптозу. Женщина, у которой нет детей, практически обречена на миомы. Как быстро миома может расти? Четыре недели за один год. И может рассосаться? Да, да. Резать, не дожидаясь перитонита. Хорошо себя зарекомендовали агонисты гонадотропин-релизинг гормонов. Простому человеку даже запомнить это просто нереально. В студии у нас сегодня гинеколог Медина Ливия Русановская. Ливия Фёдоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Миома является самым распространённым гинекологическим заболеванием. А что такое миома? Миома – это доброкачественная опухоль из гладкомышечных клеток, миометрия непосредственно мышечного слоя матки. Это моноклональная опухоль, которая развивается из одной клетки. Перепугали. Но слово «доброкачественное», честно говоря, успокоило. Да, доброкачественное. А встречается часто? Насколько часто? Да, частота встречаемости действительно возрастает, особенно возрастает с возрастом женщины. Если в возрастной группе 35-40, ну, 45, это примерно около 40% встречаемость, да, а уже после 45 до 55, от 70 до 85 встречаемость бывает. То есть подавляющее большинство? Это из-за чего может быть связано, с чем? Ну, миома матки – это гормонально зависимая опухоль, в первую очередь, и во вторую – это, конечно, наследственность. Ну, вот вы сказали узел, да, а узел один или их может быть много? Бывают действительно только один узел, а бывают множественные узлы, которые расположены в различных отделах матки. А бывает такое, что один узел на другом. Тогда это считается одной миомой или, не знаю, множественной, как правильно называется? Ну, в диагнозе, конечно, будет многоузловая миома матки, так звучать. Так, хорошо. А если, допустим, появился один узел, всегда потом появляются другие? Или вот может остаться один? Нет, может действительно остаться только один узел, не всегда появляются другие. Но всё-таки какие причины могут быть такие, вести к этому заболеванию? Ну, существуют предрасполагающие факторы к развитию миомы. В первую очередь, это наследственность, как я сказала, да. То есть, если у мамы была миома? Да, то высока вероятность, да, то, что у дочери будет тоже миома. Это наследственность, это ранняя именархия, это поздняя именопауза, это отсутствие беременности, это курение, это ожирение, это эндокринные заболевания, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, это заболевания яичников. То есть, привязать можно буквально ко всему, да? Да, на самом деле причин очень много, предрасполагающих факторов очень много. Левия Федоровна, ну вот пошла ещё, что если менструальные циклы не заканчиваются беременностью, и их около 200, то вот миома неизбежна. Это так? Да, на самом деле менструальные циклы, которые не заканчиваются беременностью, приводят не только к развитию миомы матки, но и к развитию злокачественных процессов и в эндометрии, и в яичниках. Что касается миомы, то большое количество менструальных циклов ведёт к повреждению гладкомышечных клеток миометрия и к возникновению мутаций в этих клетках, благодаря чему эти клетки не способны к апоптозу, то есть они не способны к запрограммированной гибели. И также в этих клетках увеличивается количество рецепторов к гормонам. Ну вот, собственно, мы подошли и к тому, почему чаще миомы возникают именно в таком более взрослом возрасте, скажем так. Получается, что женщина, у которой нет детей, практически обречена на миому, да? Ну, в большинстве случаев это так и есть. Где-то 80% случаев можно сказать, что так и будет. Потому что, если, например, эта женщина, например, если ещё страдала бесплодием, да, если это эндокринное бесплодие, это, скорее всего, ановуляторные циклы были. Ановуляторные циклы связаны с большим количеством в крови эстрогенов, которые непосредственно и ведут к разрастанию гладкомышечных клеток. Ановуляторный цикл это по-русски что ли? Ановуляторный, это который без овуляции. Только факты. Матку можно назвать самым мышечным органом в организме. По форме она похожа на маленькую грушу. Фаллопиевы трубы. Узкие трубки длиной 10-12 см, которые служат туннелями для зрелых яйцеклеток. Изнутри маточные трубы покрыты эпителием с ресничками. Перемещение яйцеклеток происходит с помощью мерцания ресничек. Яичники – маленькие железы овальной формы, которые находятся с обеих сторон матки. Они вырабатывают яйцеклетки и гормоны. При рождении в женском организме в яичниках заложено от 1 до 2 миллионов яйцеклеток. Менструальный цикл состоит из трех фаз – фолликулярной, ановуляторной и лютииновой. Среди причин возникновения миомы нашла еще такую, как нехватка витамина D. Что скажет гинеколог? Да, на самом деле витамин D тоже играет здесь существенную роль. Российские ученые недавно провели масштабное исследование в отношении витамина D на рецидив миомы после консервативной миомоктомии. И было доказано, что формировались две группы женщин, те, которые получают витамин D, и уровень витамина D должен быть не меньше 40 нанограмм на миллилитров. А другая группа женщин не получала витамин D. И действительно, в той группе, которые получали витамин D, там не было рецидива. А те, кто не получал витамин D, то где-то в 70-80% случаев был рецидив. Витамин D, да, он препятствует пролиферации, то есть разрастанию этих гладкомышечных волокон. Также он запускает процесс вот этого апоптоза, который вот запрограммированный к гибели клеток. То есть загорать в меру полезно? Да, конечно. А скажите, пожалуйста, а стадии миом есть? Ну вот конкретных таких стадий нет. Но можно разделить именно по мере роста, да, там, например, она занимает одну треть миометрия, а потом две трети, или потом, например, разрослась и уже занимает и субсирозное пространство, или субмукозное пространство. Но вы знаете, частенько слышала, что миома измеряется в неделях беременности. Да, так и есть. Да, раньше, ну особенно раньше, хотя и сейчас тоже измеряется в неделях беременности. То есть при двуручном исследовании мы же не можем установить, какого размера тот или иной узел, да. При двуручном исследовании гинеколог определяет величину матки именно соответствующей неделям беременности. А скажите, пожалуйста, если так, вот с какой недели уже нужно беспокоиться о миоме? Ну, будем говорить так, что показанием к оперативному лечению является миома матки больших размеров, это 12-14 недель беременности. Ну, о лечении мы поговорим чуточку позже, а как быстро миома может расти? Быстрым считается рост миомы, это 4 недели за 1 год, это быстрый рост миомы. То есть вот с момента её появления, да, имеется в виду? Да, 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 это быстрый рост. А так она, в принципе, иногда может и не расти. То есть прям годами, да? Да, да, годами может не расти. А само рассосётся, такое выражение? Да, само рассосётся, это правильное выражение. Ух ты, здорово. Да, но это возникает у женщин именно в постменопаузе, когда уже прекращается действие половых гормонов. И может рассосаться? Да, да, да. Может уменьшиться в размерах, кальцифинироваться или рассосаться. А обратный процесс, ну, скажем так, более угрожающий. Может ли миома перерасти в рак, чего боятся очень многие? На самом деле процент перерождения в рак очень-очень низкий, да, это где-то около 0,3%. И то это только с онконоследственной предрасположенностью к развитию именно онкологических заболеваний. Она говорит, что это достаточно такой благоприятный диагноз. Да, это доброкачественная опухоль, да. Тем не менее, какие-то последствия у миомы есть? К чему она может привести? Это, ну, миома матки часто сопровождается аномальными маточными кровотечениями, которые приводят очень часто к анемии тяжёлой степени тяжести. Также она может сдавливать соседние органы, которые, если она достигает определённых размеров, узлы могут сдавливать соседние органы, это мочевой пузырь, прямую кишку, это приводит к нарушению мочеиспускания и актодификации. Это может быть перекрут узлов, если это узел на ножке, то он перекручивается, возникает некроз, или, может быть, ишемия узла, тоже возникают некротические изменения в этом узле, да, и это может привести к картине острого живота, и потребуется срочное хирургическое вмешательство. А что касается эндокринных нарушений и ожирения, тоже вот нашла такую информацию, что якобы миома может приводить даже к ним, да или нет? Я бы хотела сказать, что, скорее всего, наоборот, что ожирение может приводить к росту миомы, к развитию миомы, потому что жировая ткань является также эндокринным органом, который продуцирует стероидные гормоны, а миома матки является именно гормонозависимой опухолью. А если говорить о беременности, как она влияет, растёт при этом, при беременности? Да, миома матки растёт при беременности, потому что во время беременности вырабатывается гормон беременности, прогестерон, а миома матки вот именно растёт благодаря этому гормону, да, во время беременности миома матки растёт. Ну вот забегу немножко вперёд, хорошо, если, допустим, женщина не знала, что у неё есть миома, забеременела, а что же тогда с ней делать? Нет, тогда мы уже ничего не будем делать. Тогда это именно динамическое наблюдение за беременной и за самим миоматозным узлом, да? Но ничего мы не делаем уже в этом случае. Ну, подходим к постановке диагноза. Вот приходит женщина с жалобами или без, случайно обнаружили. Какие ещё исследования, анализы, что назначаете? Ну, в первую очередь, это осмотр гинекологический, бимануальное исследование, да? Во вторую очередь, это ультразвуковое исследование, да? Это основной, да, метод? Да, основной метод диагностики, ультразвуковое исследование. Дополнительными методами диагностики это может быть гистероскопия или гистероскопия. Это непосредственно, когда полость матки осматривается под микроскопом. Она нам ценна при наличии субмукозных миом, то есть тех миом, которые деформируют полость матки, вдаются непосредственно в полость матки, и с помощью гистероскопии, оперативной гистероскопии, их можно даже удалять. Ещё какие-то конкретно анализы? Нет, анализов как-то калуж нет. Это дополнительные методы исследования, гистероскопия, гистеросальпингография, использование рентгенологических методов исследования по показаниям, компьютерная томография или МРТ. Поставили диагноз, подтвердили всё, дальше лечение. Насколько я понимаю, это лечение хирургическое и консервативное. Или есть моменты, когда миома можно вообще не трогать, а просто наблюдать? Ну да, в принципе, можно её наблюдать, если это миома матки, это малых размеров. Малых размеров считается, это где-то до 2-2,5 сантиметров. Это сколько недель? Давайте про недели. Недели, там будем говорить, там 5 недель, будем говорить так. Это можно наблюдать, это необходим осмотр, ультразвуковое исследование, хотя бы раз в полгода. Так, а если она уже больше, миома имеется в виду, что тогда? Ну, с хирургическим, мне кажется, всё понятно, да, резать, не дожидаясь перитонита. Кстати, как проходит операция? Лапароскопическая или это открытый метод? Существует несколько видов операции. Это консервативная миома, к теме, когда удаляется непосредственно узел, и существуют операции, когда удаляется орган. И доступы различные, да, и консервативная миома, к теме, чаще всего это лапароскопический метод, ну, бывает и лапаротомический. Если удаляется непосредственно весь орган, это может быть и лапароскопия, и лапаротомия, и черезлагалищный доступ, да. А в каких случаях операция назначается? То есть, я так понимаю, тоже от объёма зависит, да? Да, операция назначается при симптомных миомах матки, когда приводит, например, к анемии тяжёлой степени яшести, когда женщина очень кровопотеря, да, большая кровопотеря, когда миома матки достигает больших размеров, больше 12-14 недель, когда это быстрый рост миомы, уже я говорила, больше 4 недель за год, когда происходит сдавление соседних органов и нарушение функции этих органов, когда происходит ишемия миоматозного узла, или вследствие перекрута миоматозного узла при рождающемся миоматозном узле. А что такое рождающийся, расскажите. Рождающийся – это вот когда узел располагается изначально под слизистой оболочкой, под внутренней оболочкой матки, и потом, значит, и потом формируется ножка, и он рождается, действительно рождается из влагалища. И его, ну, чаще всего это просто консервативная миомэктомия, его выкручивают этот узел. Левия Федоровна, а если, допустим, удаляется только узел, всё удалили, всё закончилось благополучно, рецидив возможен? То есть, возможно, снова появление миомы? Да, возможно, снова появление миомы, и поэтому консервативная миомэктомия – это операция выбора для женщин репродуктивного возраста, да, те, кто планирует беременность. И поэтому после консервативной миомэктомии необходимо выдержать определённую паузу, да, в течение, чаще всего это в течение 12 месяцев, и дальше женщины рекомендуют беременеть. Есть ещё метод лечения миомы матки – это эмболизация маточных артерий. Он показан как и в репродуктивном возрасте, так и в переменопаузальном. Что это значит? Это в маточной артерии вводятся специальные эмболы, которые препятствуют кровотоку в маточных артериях. А, они расти перестают, да? Да, и тем самым происходит ишемия узла, и узел перестаёт расти. Ну, по-моему, такой достаточно хороший способ. Хороший метод, да, но часто он приводит к тому, что уменьшается авариальный резерв яичников, потому что маточные артерии, они кровоснабжают не только матку, но и яичники они кровоснабжают. И авариальный резерв, то есть репродуктивный резерв яичников может уменьшаться. То есть этот метод, наверное, целесообразно использовать уже после беременности? И после 45-ти? Ну, его используют и до беременности. Ну, идут на риски, используют и до беременности тоже. Расскажите про консервативное лечение. Консервативное лечение, значит, здесь это может быть симптоматическая терапия. Симптоматическая терапия – та, которая направлена на уменьшение кровопотери. Это гемостатические препараты, нестероидные противовоспалительные или гормональная внутриматочная спираль. Она, в принципе, на размер узлов не очень влияет. Она влияет непосредственно на сам эндометрию. То есть, если миома матки сопровождается возникновением кровотечений, то она показана. Далее, из медикаментозных методов терапии хорошо себя зарекомендовали органисты гонадотерпин-релизин-гормонов. Очень интересно. Это такие препараты, которые вызывают искусственную менопаузу. И тем самым не дают рост миоматозных узлов или даже могут уменьшать их. Но это туда уже в более старшем возрасте, да? Или в более старшем возрасте. Или часто их назначают для подготовки именно к оперативному лечению, для того, чтобы они уменьшились. Также существуют препараты. Это антигистогены. До недавнего времени широко использовался улепристаллоацетат. Такой препарат. Но в мировой практике было около пяти или больше случаев тяжелого поражения печени. И сейчас он не так активно используется. Но на российский рынок сейчас вышел препарат мифипристон, который на хорошее действие. Честно говоря, слушаю вас и думаю, кто же придумывает название препаратов. Потому что простому человеку даже запомнить это просто нереально. Левия Федоровна, а вот то, что вы назвали, это лечение, оно как? На всю жизнь? Ну то есть до наступления менопаузы или какое-то кратковременное? Ну вот смотрите, если это вот эти препараты, которые сказали, что вызывают искусственную менопаузу, их не назначают больше, чем на полгода. Поэтому их назначают либо перед операцией, либо для перехода женщины из перименопаузы в менопаузу. А вот препараты... Остальные, скажем так. Да, остальные их можно назначать и в репродуктивном возрасте. Если женщина, например, хочет отсрочить беременность, то тоже лечение зависит и от размеров миомы, и от локализации миомы, от возраста женщины и от ее репродуктивных потенциалов. Мифы о миоме. Миому всегда нужно лечить. Вовсе нет. Если она небольшая, не растет и при этом отсутствуют симптомы, ее достаточно просто наблюдать. Герудотерапия избавит от миомы. Это, конечно же, миф. Самим пиявкам и невдомекно, что они якобы способны. Врачи, кстати, тоже разводят руками, не понимая, откуда этот миф пошел. Причина миомы – инфекция. Нет, заболевание, передающееся половым путем, принято винить во всех женских бедах. Но тут они ни при чем. Миома – патология неинфекционного характера. Симптомы у миомы есть всегда. Нет, не всегда. Нередко симптомов не бывает вовсе. И о том, что у нее миома, женщина узнает совершенно случайно на приеме гинеколога. Миому можно вылечить биодобавками. И снова нет. Единственное, что могут сделать биодобавки – это восполнить недостаток витаминов и микроэлементов в организме. Миома может появиться из-за стресса. А вот это правда. Причем стрессом для организма может стать не только психоэмоциональная нагрузка, но и резкое воздействие на организм в целом – переохлаждение или перегрев. Оливия Федоровна, сейчас вопросы зрителей. Опущение матки лечится? Да, опущение матки – это, наверное, скорее всего, зритель имеет в виду именно опущение стенок влагалища, я так думаю. Там существует несколько степеней опущения. Если это начальная степень опущения, то корректируется даже с помощью определенных упражнений и определенных тренажеров. Если это уже третья, четвертая степень, то требуется, конечно, хирургическое лечение. Даже так, да? Да. Со скольки лет можно перевязывать маточные трубы? Ну, будем говорить, что их можно в любом возрасте перевязывать, но мы, врачи, не рекомендуем раньше 35 лет перевязывать, потому что женщина до 35 лет, на самом деле у нее еще очень большой репродуктивный потенциал, и в любой момент ей захочется забеременеть. Может передумать. Да, может передумать, да. Следующий вопрос. После рода в Кесарево иногда болит сильно низ живота. Было у врача, сказали, что все хорошо. Что это может быть? Ну, если говорить о раннем, да, вот этом вот периоде, где-то в течение первых четырех недель может сокращаться матка, и боли могут возникать именно из-за того, что матка сокращается. Особенно это выражено при грудном вскармливании, если ребенок сосет грудь, тогда матка более активно сокращается и более выраженный болевой синдром. А если говорить уже о более позднем периоде, если, например, женщина не кормит грудью, да, если боли возникают в середине цикла, это может быть и овуляторный синдром, это могут быть и признаки спаечного процесса. Здесь, конечно, нужно разбираться. Ну, то есть в любом случае нужен поход к гинекологу, да? Как долго могут продолжаться боли внизу живота после родов? Ну, вот. Прикрестный вопрос, да. Ну, чаще всего это где-то в течение первых двух недель, может, четырех. Матка вообще сокращается до шести недель. После родового периода это 42 дня. Полтора месяца, грубо говоря. Следующий вопрос. Можно ли свечить тержинан на грудном вскармливании? Тержинан можно. Эти свечи можно и во время беременности, и во время грудного вскармливания можно. Спасибо. Почему уже 3-4 года не может наладиться менструальный цикл у подростка? Вообще, ну, тоже это все зависит во сколько, да, была первая менструация. Но в течение трех лет нормализация менструального цикла – это норма. И что такое не может наладиться, это тоже нужно знать, да. Если разница в менструациях будет плюс или минус неделя, это тоже является нормой. А вообще, через какое время это перестает быть нормой? Не три года, а сколько? Пять, шесть? Ну, вообще, три года мы считаем, что за три года должен уже наладиться. Если не наладился, если менструации, например, редкие, да, раз в три месяца через три года, или раз в полгода, то это, конечно, нужно обратиться к гинекологу, или даже, может, совместно в ведение гинеколога с эндокринологом. Для беременности 36 недель, плаценты 14-20 мм. Есть ли угроза плоду? Да, для 36 недель она тонковата, потому что вообще толщина плаценты – это вот неделя плюс-минус 2 см. Вот так вот мы считаем. Чем это опасно? Значит, тут еще тоже очень важна площадь, да, занимаемая этой плацентой. Ну и, конечно, необходимо доплер в динамике, это проведение, и обязательно ФКТГ тоже в динамике проводить. Какие лучше пить витамины мужу и жене для зачатия? Ну, именно при гравидарной подготовке мы всем советуем, конечно, употреблять фолиевую кислоту, витамин D, полиненасыщенные жирные кислоты и йод. Хорошо, о дозировке скажите, пожалуйста, витамин D. Это значит, если говорить о фолиевой кислоте, которая очень важна, это и муж обязательно тоже должен принимать фолиевую кислоту, то эта дозировка – это 400 микрограмм. И мужчине, и женщине? Да, и мужчине, и женщине. Это витамин D, значит, ну, если женщина не сдавала анализ на витамин D, да, то это необходимо хотя бы минимум полторы-две тысячи международных единиц. Даже без анализа можно? Да, даже без анализа можно, да. Еще один вопрос. Чем лечить молочницу на 35-й неделе беременности? На 35-й неделе уже выбор влагалищных суппозиториев на самом деле велик. Здесь уже можно использовать и суппозитории, в которые входит состав инистатин, и полиены. Ну, большой выбор. Беременность в 40 лет. Как подготовиться, какие анализы? Это, ну, в 40 лет это более, конечно, такой, будем говорить, обширная, да, подготовка не только женщины, но и ее мужа. Это необходимо в первую очередь посещение гинеколога, да, и посещение еще других смежных специалистов. Обязательно эндокринолога, терапевта для исключения каких-то экстрагенитальных патологий, экстрагенитальной патологии. А если она есть, то необходимо обязательно в стадию компенсации перевести всю экстрагенитальную патологию для того, чтобы входить в беременность. Все остальные анализы, в принципе, как и у всех. Ну, и если что, каждый специалист назначит уже там свое или лечение, да? Да. Самое главное не переусердствовать в плане длительности, да. Если у женщины, ну, в 40 лет, да, в течение трех, ну, шести месяцев не получается забеременеть, то тут уже должны быть другие методы. Нужно обратиться. Да, обязательно, обязательно. Сколько раз в год нужно посещать гинеколога? Один-два раза в год. Независимо от возраста? Вне зависимости от возраста. Скажите, пожалуйста, опасна ли миома матке в 30 лет, если еще не рожала? Да. Все тоже зависит от локализации этого узла, да. Если вы планируете беременность, если узел там расположен субмухозно-субсирозно или занимает большую, конечно, большую часть матки, то сначала необходима подготовка и потом, конечно, оперативное лечение. Оливия Федоровна, профилактика. Профилактика миомы вообще существует? Ну, как специфической профилактики не существует. Существует неспецифическая профилактика, да? Неспецифическая профилактика – это избежать абортов, это планирование беременности, это кормление детей грудью. Причем не месяц, да? Да, не месяц. А сколько? Ну, вообще, Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка до трех лет. О, это шутка. Это сложно представить. А Российская Федерация рекомендует кормить до двух, до двух с половиной лет. Пускай попробуют. Хорошо, но вот как гинеколог, откровенно. Есть же, наверное, какой-то срок поменьше, но достаточно, ну, такой, неплохой. Вот, чтобы и женщине было удобно. Ну, хотя бы до года, до полутора лет. Ну, как раньше считалось, что полгода и достаточно, это неправда на самом деле. Так, что дальше? Избегать стрессовых факторов, если это возможно, конечно. Да, кто бы рассказал, как? Умеренные физические нагрузки обязательно, ну, контролировать питание, да, не допускать ожирения. Это все неспецифическое профилактика. Контролировать питание. Есть какие-то продукты, которые миома, допустим, не любит? Или любит, наоборот. Ну, или наоборот люди? На самом деле нет такого. На самом деле и продуктов нет, и исследований про то, что при миоме нельзя ходить в баню, нельзя загорать, нельзя получать тепловые процедуры и массаж. На самом деле каких-то масштабных, контролируемых исследований не было произведено. Но это не говорит о том, что сейчас должны все пойти в сауну, в солярий переусердствовать. Все должно быть в меру. Женщина с миомой может и загорать, и ходить на массаж, но все должно быть в меру. А скажите, связь с гормональными контрацептивами? С гормональными контрацептивами? Ну, тут, конечно, противоречивые данные. Но большинство исследований считают, что прием гормональных контрацептивов уменьшает либо образование узлов, либо препятствует развитию узлов. Как и прием гормональных контрацептивов уменьшает риск развития рака эндометрия, рака яичников также. А если миома уже была, и женщина начинает принимать контрацептивы? Часто мы их назначаем, контрацептивы, для симптоматического лечения, для уменьшения объема кровопотерей при миоме матки. Нет, они не влияют на рост. Но и в целом какие-то ограничения вообще при миоме, которую нужно просто контролировать, существуют? Ну, это дозированные тоже физические нагрузки должны быть. Если это, конечно, миома матки уже больших размеров, это дозируемые силовые именно нагрузки должны быть. А мне кажется, еще вот это стягивающее белье не очень полезно. Ну, оно вообще не очень полезно никому. Не только премиомы, да? Что-то еще? Нет, на самом деле нету вот четких рекомендаций, чего нельзя есть, чего нельзя делать при миоме. Нету таких четких рекомендаций. Все должно быть в меру, все должно быть умеренно, и все. Ну, то есть, получается, все так же обычно, как и у остальных женщин, но чуточку бережнее к себе относиться. Что ж, Лидия Федоровна, спасибо и за время, и за разговор. Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили о миоме. Выясняли, что это за болезнь, почему она возникает, и можно ли ее предотвратить. Это была программа «На здоровье». Увидимся на следующей неделе. Будьте здоровы, смотрите наши эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова